Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить инвертный сироп или инвертный сахар. У меня постоянно спрашивают, что такое инвертный сироп, почему ты его используешь в своих рецептах и вообще для чего он нужен и чем он хорош. Инвертный сироп я буду готовить из обычного свекловичного сахара, но когда получится сироп, у него есть миллион применений. Самое первое для меня, как для мужчины-повара, это из инвертного сиропа. Раньше я готовил сахарный самогон. Он получается вот такой обалденный по сравнению с тем, если его готовить из чистого сахара. Но сейчас, конечно же, я уже для самогона сахар не использую. Но если кто-то еще не начал готовить самогон из зерновых, то, конечно, лучше ему использовать для того, чтобы сделать благородный напиток, именно инвертный сироп. Следующее применение, конечно же, кондитерское. Я его добавляю в свои превосходные бисквитные основы для супертортов. Потому что именно сам инвертный сироп позволяет самому бисквитному капсулю дольше оставаться свеженьким, не черстветь. Теперь я сейчас готовлю новую партию острого соуса шрирача. Для того, чтобы запустить естественную ферментацию, туда нужно добавить обычный сахар. Но, как мы уже знаем, даже в простом самогоне инвертный сироп делает чудеса. Поэтому, конечно же, и для соуса шрирача я вместо сахара добавляю инвертный сироп. То же самое я сейчас готовлю белый виноградный уксус. На очереди будет уксус из красного винограда, а также уксус из яблок и из тех фруктов, какие я еще смогу найти. Поэтому, для того, чтобы увеличить сахаристость самого сусла, я буду добавлять, конечно же, не сахар, а инвертный сироп. Также инвертный сироп я использую, когда мне нужно сделать пропитку для торта. Потому что одно дело, когда у тебя готовый сироп, ты просто разбавил его водой до нужной сладости. Другое дело, когда у тебя уже готовые заготовки для тортика, но тебе еще нужно сироп сварить, а потом его охладить. Это все время. И, конечно, сам инвертный сироп намного вкуснее и утонченнее, чем обычный сахарный сироп. Также, когда я готовлю пахлаву, то лучше пропитывать саму пахлаву не сахарным сиропом, а именно инвертным сиропом. Потому что это будет намного вкуснее. Но я вас слишком долго уже развлекаю разговорами. Давайте начнем готовить. Это очень просто, как будто бы мы завариваем чай из пакетика. Готовится сироп очень и очень легко. На 1 кг сахара я добавляю пол-литра воды и 4 г лимонной кислоты. Я ставлю кастрюльку на огонь, растворяю сахар и сироп закипает. Сахарный сироп уже закипел. Я высыпаю сюда лимонную кислоту. Лимонная кислота даст ту реакцию, которая превратит сахарозу в фруктозу и глюкозу. Переставляю на самую маленькую конфорку. Делаю самый маленький газ. И пусть происходит реакция инверсии. Инверсийный сироп я приготовил. Он остыл. Получился вот такого приятного, светло-соломенного цвета. И вот такой густоты. Аромат. Плохо слышно. Аромат почти нейтральный. А вот вкус замечательный. Вкус как будто бы мы купили маленькую баночку магазинного меда. И где-то там далеко мы подозреваем, что этот мед разбавили сахарным сиропом. Поэтому вот здесь настолько хороший вкус, что он наполовину напоминает настоящий жидкий мед. Кислинки почти не слышно. Но если мы будем добавлять этот инверсийный сироп в молоко, то из-за того, что здесь еще есть малюсенькая часть лимонной кислоты, молоко обязательно свернется. Иногда советуют в сироп, для того, чтобы нейтрализовать кислоту, добавить немного соды. Тогда вся кислота уходит. Но сам сиропчик получается не такой приятнокисленький. И мне больше нравится, когда он с кислинкой. Замечательно. Сейчас его переливаю в бутылку, которая будет герметично закрываться. И храню его. Это очень удобно. Друзья, вот так просто готовится сироп. Как я уже говорил, для чего его используют. Готовьте и вы сироп по моему рецепту. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Редактор субтитров А.Семкин